Что год другого красавика мы отзначаем знаменальное и знаковое свято – День единания народов Беларуси и России. И хоть официальный отповедный документ был подписан у всего 20 лет тому, крайне наших сувязей находится значных глубей. Беларусы и россиян объединены шматвиковая дружба, духовное своятство, агульный исторический выбор, шляху развития. Шматстого, где два славянские народы живут в Братарском Союзе, бережливо заховывающие непорочную сувязь нашей агульной истории и сучасности для будущих поколений. Поселок городского тыпу Червоная гора Бранцкой в области размещана усяго в 90 километрах от Гомеля. С уместной урочистости тут пачинаются задания Данины Паваги, загинавшим на фронтах Великой Айчинной войны. У Червоногорским районе з'яене вернулися каля 8 тысяч человек. Их имен зауседы застанутся у истории. Наши прудки змагались и за агульную родзимую, агульную перемогу, плячо у плячо. Беларусы и россияне доброведуют цану миру, минавито тому, так активно имкнуться яго заховывать сёння. Бывший Советский Союз – это люди, которые и беларусы, и россияне, и украинцы, и все национальности были едины. Поэтому они в 45-м году победили. И сегодня это единение, эта дружба необходима. Необходима нам, необходима нашим детям. Потому что мы хотим жить в мире в благополучии, и чтобы в наших детей было будущее. Протягнулось и мероприемство у Червоногорской середней агульно-аддукационной школы номер один. Ветераны Гомельшины поделились с российскими школьниками своими фронтовыми успоминами. Миротворцы провели здесь мегуторку про важные захования миру, про сподтримание дружелюбных соведей со своими беларускими одногодками. На вышенце установы свою чергу ознайомили делегацию нашего региона с историей своей школы и Червоногорского района. Так само, они продемонстровали беларуским гостям деятельность центра творчести, який размещается на базе установы адукации. Провели экскурсию по края знавшим музеям. Далее, чей он при школе працует полстагодия. Музей наличивает лезарную колькость уникальных экспонатов часов Великой Айчинной войны. Амуниция, сброя, исторические документы, узнагороды. Усё тое, что свечит про героичные подвиги доблестных земляков. Это не просто музей, это классы обучения нашего подрастающего поколения. Когда они здесь побудут, всё это видят своими глазами, конечно, они будут следовать то, что им здесь показали, то, что им рассказали. Этот музей возьмём себе на сотрудничество с нашей 27-й школой. И пусть наши дети Гомельские, Красногорские дружат. Дети – это лучшие послы мира. Если они сегодня поймут, что надо быть вместе, жить вместе, конечно, мир будет развиваться в другом направлении. Бадай, самой яскравой часткой суместного мероприемства стал урожистый концерт. Свою творчость запрошенным червоногорцам дарили белорусские артисты, чашерские коллективы мастацкой самодейности. На сцене ладилися вокальные, инструментальные и хореографичные номеры. На щирые аплодисменты россияне не скупились. А в якости подарунка со своего облака урушили делегации из Гомельшина рукотворное древо жаданию с головным посылом миру и добрыни. Белорусский и русский народ яднают вековые воздействия бродства и взаимодопомоги. Мы разом взмогались с немецко-фашистскими захопниками, разом будавали фабрики и заводы, городы и вёски. Мы и сё не имкнемся во всем, допомогать один одному. Боу мир и сгодзе простей передоливать пирожкоды, будавать счастливую суместную будущую, и заховывать непорушные братырские почутки, которые были и будут у сердца кожного русского и белоруса. Вероника Ворошилина, Яугин Макинка, телерадиокампания «Гомель», поселок Червоная гора, Бранская область, Российская Федерация.